Эти четыре золотые привычки наших бабушек подарили нам здоровое детство. Строгий режим дня. Одной из основ здорового детства был строгий режим дня. Наши бабушки хорошо знали, что правильный распорядок помогает организму работать слаженно, поэтому каждый день у нас был четко распланирован. Ранний подъем, регулярные приемы пищи, обязательная сиеста и ранний отход ко сну, все это помогало организму адаптироваться к естественным ритмам. Дети всегда просыпались рано, а вечера проводили в кругу семьи, готовясь ко сну. Такая планировка не только укрепляла иммунитет, но и создавала ощущение стабильности и безопасности. Суровое расписание дня также включало время для обучения, игр и помощи по хозяйству. Благодаря этому у детей вырабатывались дисциплина и организованность. Они знали, что есть время для развлечений, но есть время для обязанностей, и именно этот баланс помогал формировать ответственность. Свобода и ответственность. Хотя наши бабушки соблюдали режим, это вовсе не означало, что дети были лишены свободы. Напротив, особенно летом, когда мы отправлялись в село, мы получали невероятную свободу действий. Нас отпускали играть во дворе или в лесу, но мы несли ответственность за свои поступки. Это учило нас не только самостоятельности, но и взаимопомощи, ведь дети часто помогали друг другу, преодолевая разные задачи. Еще одной важной частью этой свободы была помощь по хозяйству. Детям доверяли не только простые, но и очень важные задачи – поливать огород, ухаживать за животными, собирать урожай. Это было не просто помощью родителям, но и способу научиться ответственности за результат своей работы. Теплая одежда – залог здоровья. Бабушки всегда заботились о том, чтобы мы были тепло одеты, особенно в холодное время года. Их девизом было «Лучше больше одеть, чем меньше». Даже когда мы сопротивлялись и старались не одевать дополнительную кофту или шарф, бабушки стояли на своем, и, как оказалось, делали это не зря. Теплая одежда была гарантией того, что дети не простудятся и не заболеют. Секрет заключался в многослойной одежде, которая позволяла регулировать температуру тела в зависимости от погоды. Сверху всегда был еще один слой, чтобы защититься от ветра или дождя. Все эти теплые светера, вязаные бабушкой перчатки и шапки не только сохраняли тепло, но и наполняли нас чувством заботы и любви. В такой одежде мы могли без страха бегать по снегу или кататься на санках, зная, что мы хорошо защищены от холода. Натуральное питание. Одной из важнейших составляющих здорового детства было правильное питание. Бабушки кормили нас только лучшими продуктами, без всякой химии, консервантов или полуфабрикатов. В селе на столе всегда были свежие овощи из огорода, домашнее молоко, яйца от собственных кур и ароматный хлеб, испеченный собственноручно. Они верили, что здоровье начинается с того, что мы едим, и потому старались сделать все, чтобы наше питание было максимально натуральным. Особое место занимала домашняя выпечка, пирожки с ягодной начинкой, булочки с корицей или медом, свежеиспеченные буханки. Такое питание не просто насыщало организм полезными веществами, но и формировало культуру питания, основанную на простоте и качестве продуктов.